Лабутнанские единороссы готовятся к предварительному внутрипартийному голосованию. Накануне состоялось заседание партийного комитета, на котором обсуждались все организационные детали. По мнению единороссов, в городскую думу должны войти достойные люди, представляющие различные сферы жизнедеятельности города, движимые желанием изменить жизнь горожан к лучшему. А потому каждый из потенциальных кандидатов в первую очередь должен задаться вопросом, чем я могу быть полезен в представительном органе. Об этом им предстоит поведать выборщикам в ходе предварительного внутрипартийного голосования. В Лабутнангах планируется провести три таких встречи. В роли слушателей и, если так можно выразиться, главных судей выступят представители местного отделения партии и общественных организаций. Они и определят кандидатский рейтинг. Каждый кандидат выступит в своей небольшой предвыборной программе, расскажет каждый про себя, каким он видит будущее города и что он может дать на выборах, чтобы для него люди проголосовали. И какой момент интересный, что выборщики могут голосовать за всех кандидатов. То есть, если человеку понравились все, например, там будет она 7-8 или может быть 5 кандидатов, которые мы сформировали, которые подали заявление, и за всех 5 или 8 они могут отдать свои голоса. То есть, форма будет как настоящие такие мини-выборы внутри партии, если простым языком говорить, но с таким изменением, что можно будет голосовать за всех. Итогом предварительного внутрипартийного голосования станет список из 15 фамилий, получивших максимальное количество голосов. К слову, для участников праймерис не является обязательным быть членом Единой России. Без партийных победителей внутрипартийного голосования единороссы готовы поддержать на выборах ровно так же, как и однопартийцев. С 10-12 мая по 20 мая в этот период пройдут уже встречи с кандидатами. И после 20 мая мы уже определимся с теми кандидатами, которых мы будем поддерживать на выборах. И особенность еще какая, что мы будем поддерживать не только членов партии. У нас из-за этих, так как у нас пройдут выборы по одномандатным избирательным округам, у нас один кандидат на один избирательный округ. И мы поддерживаем не только членов партии, но также общественников. То есть у нас из-за этих 15 будет, например, 8-7 членов партии, а остальные – общественники. Как поясняет временно исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии Единая Россия Сергей Бульс, главное в процедуре предварительного внутрипартийного голосования – это гласный открытый выбор людей, которым жители доверяют. По его мнению, предварительное голосование позволит выбрать тех людей, которые уже зарекомендовали себя в городе и с точки зрения профессионалов в самых различных сферах, и с точки зрения неравнодушного отношения к своему городу и горожанам. Это люди, которые пользуются авторитетом, которым жители доверяют и которые смогут быть полезны в случае избрания их в представительный орган, уверен Сергей Адольфович. Продолжение следует...